Мы русские, это большая ошибка, оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. И всегда это было, я чувствовал, что это Россия. Если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно, уже нужно ехать, искать себе место в России. Это правильно. Эта земля будет деоккупирована в любом случае. Пьяный или обнюханный? Что он несет? Володя Зеленский, я вот слушал тебя и сейчас думаю о том, где мы тебя зароем. Вот все выбираю, возможно, где-нибудь под Белой Церковью или все-таки зароем какой-нибудь Донецкой земле. Дорогие друзья, то, что вы сейчас слышали, это не слова мудрого государственного деятеля. Это слова случайного пидораса, который попал на Олимп украинской власти. Дорогие друзья, да хер собачий тебе, Володька Зеленский. Хлопчик, какой же ты тупой, какой же ты в хера президент Украины, если ты не понимаешь, пацан ты херовый, если ты не понимаешь, что у тебя 73% Украины говорят на русском языке. Хлопчик, ты собираешься облизать тарелки у Байдена и пожевать его в туалете печеньки, которая тебе засунет в рот, а может быть и в жопу Витория Лунда. Да, ты этого ждешь, ты собираешься тебя принять. Пацан, ты вообще случайная личность на вершине украинской власти. Зеленский, и вот твои эти обоссанные плавки, по которым ты корячишься перед телекамерой, и твой такой похожий на стручок засохшего красного перца член, который там даже не торчит из-под плавок. Извини, я обязан с тобой так разговаривать. Чмо, ты так заслуживаешь разговора с украинским, если хочешь, с российским полковником. Ты, сука, продал Украину Америке. Вот сегодня мне звонят и говорят, а что же херового, если украинские генералы приехали в Министерство обороны и говорят, как надо армию организовать, как надо организовать учения и так далее. Это кто мне говорит? Какая в хрена незалежность? Если приходит полковник СМИ, укладывает ноги на стол начальника СБУ Украины, говорит, Петро, неси сюда личные дела всей вашей военной контрразведки, твою мать, а?